Всем привет, друзья! Как ваши дела? Как ваше настроение? Сегодня уже 1 ноября у нас. Через два месяца уже будет Новый год. Сегодня тоже во Франции у них праздник. Сегодня никто не работает. Большинство они идут на кладбище. И сегодня по-нормальному, кажется, всё закрыто, если не ошибаюсь. Чуть позже хотим выйти, посмотреть, если магазин или что-нибудь открыто. Просто так пройтись. Потому что мы как с Парижа приехали сразу, я сижу дома. Вчера вообще никуда не выходила. Что касается видео перед Хэллоуином, то, что я говорила, мы будем разрезать дыку и всё такое. Это всё у нас отменилось, потому что после новостей из Кореи, то, что погибло 150 человек во время вечера Хэллоуином, что они устроили. Как-то, знаете, мне этот Хэллоуин опротивился. Я уже как-то испугалась даже. И ещё, когда говорят, Хэллоуин, это праздник дьявола, как бы, и вообще я как-то уже холодно отношусь к этому празднику. Ну, сейчас здесь, честно, мы никогда его не исправляли. У нас Узида, во-первых, в празднике не исправляют это. Только из-за того, чтобы брать детей там, брать этих костюмов, чтобы они повеселились бы. Но, если честно, Алек тоже как-то не хотел очень вот снимать видео с этой тыквой, разрезать и всё такое. Ну, я решила вообще ничего не снимать. И воскресенье тоже, как вы видели, мы поехали сразу в Париж. Это случилось в субботу вечером. Мы спонтанно решили уехать куда-нибудь, отдохнуть, как бы детей оставить и от ним пойти. Потому что мы столько лет, у нас дети восемь лет уже, и мы никуда одни не ходили просто так для себя, чтобы погулять. И решили вот так выехать. Хотели, конечно, попасть в дворец Версаль, но не получилось. Так была ужасная очередь. И вот решили пройтись по Парижу, как говорится. Ну, день прошел у нас нормально. Несмотря на то, что у меня днем начала очень сильно болеть голова. Ута ужаса, ночь перед, ну, когда уже детей укладывал, я вот так уже была, я не могла глаза нормально открыть. А у меня очень сильно болела голова. И, ну, несмотря на эту боль, тоже я старалась гулять и наслаждаться моментом, как говорится. Вчера тоже мы были дома, смотрели «Гарри Поттер» опять. Опять что, мы две серии посмотрели, и за этим почти. Вчера к нам проходили дети наши, вот здесь кто-то там, Стане у нас живут. Соседи, все-таки переодевшие, бросили конфеты, конечно, мне их дала. И, как говорится, в этом году мы пропустили. Кстати, у меня две тыквы лежат в багажнике до сих пор. Я надеюсь, они не испортились. Плюс мы тыквы вообще не едим. Даже тыквенный суп. Вот, тебе даже нано кушает тыквенный суп. И, наверное, есть надежда, что у меня это не испорченное, тыква целая. Я, я там, пускай она себе делает супы и кушает. Потому что жалко, я же не выброшу. Так у меня осталось, в общем, это в багажнике. Сегодня тоже в планах особо ничего такого у меня нету. Потому что, как я говорю, сегодня выходной день у всех. Никто не работает, поэтому я даже не знаю, если что-то открыто или нет. Погода теплая, как будто, можно сказать, солнышко, но ветер холодный. Чуть-чуть уже похолодало. Ну, сейчас, чтобы сказать, там, теплую куртку одевать, не, не надо. Ветровку оденьте, выйдите, нормально. И вот, думаю, может быть, пойдем погуляем. Чуть позже с этими выйдем. Резо тоже уехал со своим коллегой. Коллега попросил поехать в другой город. Там его мать умерла. И она жила на квартире. Надо эту квартиру освободить, чтобы ее обратно отдать. И он попросил Резо, чтобы ему помог, в общем. Так что, считайте, сегодня до ночи он не вернется. Потому что мы поехали в другой город. Это не близко находится. И пока он приедет, уже настанет ночь. Завтра тоже у меня родовую крачу забрать свои снимки. В интернете вчера копалось. В общем, у меня шейно-плечевая невраукия. Еще как-то по-другому называется. Это болезнь. Если мне он удостоверит, подключит, вернее, что это так, то мне нужно будет лечение. И как я прочла, у кого это болезнь, много сидеть долго нельзя. Работать сидячая нельзя. Нервничать нельзя. Тяжести нельзя. Набрузку нельзя. Заниматься йогой и релаксировать. Но это я не знаю, если эта возможность будет или нет. В общем, придется мне, как бы мне, нервничать нельзя. Это я уже давно поняла. Потому что как только я чуточку даже начинаю нервничать, у меня все тело болит. И у меня нереза, короче. И знаете, как я вот так, что вот, может, по мнению видно, но когда я нервничаю, я изнутри нервничаю. Сейчас на мой взгляд, посмотрите, подумайте, что она такая спокойная, ни о чем не переживает и все такое. Но нет, я нервничаю внутри. Наверное, из-за этого у меня нервная, как это, нервный сосуд, или что это, воспалился. И вот как там написано, у меня тоже самые симптомы. И, в общем, вот так. Потому что если это запустить, можно получить инфаркт или же стать инвалидом. Это значит, что я не смогу вообще передвигаться. Мне нужно будет коляска. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Потому что моментом не бывает, а у него вчера, например, у меня вчера очень сильно это причем, я болела. Рука, шея, вот это затылок, и вот эта сторона у меня все онемешивала ухом, у меня все горело изнутри. Ну вот так чувствовала, что не имеет. А это нехорошо. Я так думаю, может быть, у меня или уколы назначат. Возможно, уколы, таблетки, чтобы так лечить. К специалисту массажисту может отправят. Мне, в общем, нужно ввести здоровый образ жизни, не переживать, не нервничать, быть в спокойствии, не носить тяжелое. Я не знаю, как я смогу это все сделать. Но я буду стараться, потому что, сейчас я не хочу становиться инвалидом, это 100%. У меня дети, как бы, во-первых, я молодая и не хочу. Вот так, так вот. Вот такие дела. Сейчас тоже я делаю супчик, где я тем давно они просто супчик не ели, с мишелькой, без томата. Сейчас хочу супчик сделать, потом я перекушу, прибираться начну и потом посмотрим уже. Я уже тоже прибрала, суда делала, детей уже накормила. Речи проводила, речи на улице. Когда убирала, тоже позвонила родительница, Машкиной подружки, мама. Не позвонила, вернее, отправила смс-ку. Говорит, этот... Эта девочка хочет, чтобы Машка пошла бы к ней домой, с ней поиграться. Возможно ли на этой неделе или нет? Я говорю, почему бы и нет? Плюс, чтобы сказать, у меня в планах так, рандом-мандом ничего нету. Завтра только, если я к врачу пойду. Я искала, что в четверг свободно как бы. И мы договорились на четверг. Два часа. Должна вду поехать к ней в гости с Машкой вместе. Хочу тоже что-нибудь так купить или же приготовить что-нибудь вкусненькое. Ну, собрать с собой. И посмотрим. Так что в четверг Машка идет к подружке. Альку сказала, Альку с мамой говорит, я тоже, ну, чего надо пойти. Потом решил, говорит, все, я к дедушке пойду. С дедушкой вместе мы пойдем гулять, кататься. Сейчас тоже, не знаю, хотят они пойти покататься на велосипедах. Те родители живут. Мне так лень будет ходить. Вы себе не представляете. Сегодня у нас, оказывается, большие супермаркеты открыты. Как Арифорд, Нюклер. Открыто. И, честно говоря, тоже, что я там хочу, не знаю. Поэтому не хочу выходить. Сейчас перекушу обратно. Уже обед пришел. Завтра, Георг, позавтра, Николаевич. Сейчас нужно пообедать. Быстро в нем проходит. И, может быть, их заберу к родителям. Как раз чуть-чуть там побуду. И придем домой. Или же уже, в конце концов, там их оставлюсь. И мы придем домой. Если они не захотят идти обратно. Ну, так. У нас очень сильный ветер. Не знаю. Как-то вот такой... Когда у них праздники и выходные дни. Вот как-то скучновато. Я не знаю, с чем бы заняться. Плюс так особо я ничего, что не планировала. Тоже вот сейчас хожу, прожу и думаю, что бы сделать такое. Ну, я не знаю. Ну, в общем, я привела себя в порядок. Детей отец забрал сам к себе. Там они будут кататься. И я вспомнила то, что у меня есть тикет. Ну, вернее, чек на 180 евро в магазине, в котором мы недавно были. Где я сдала речиный курточку, матрасик. И сейчас думаю пойти в этот магазин и спокойно без идей себе выбрать что-нибудь для дома. Я хотела там взять себе для Нового года игрушки на елку. И уже посмотрю, уже нормально, что есть, что нет. Так что сейчас вместе с вами поедем в этот магазин. Я надеюсь, что он будет открытым. В интернете посмотрела, вроде бы, открыт. Ну, сейчас поедем на место и посмотрим. И за одну, по-моему, машину. Вот такие у меня планы на этот вечер. Все, поехали. Устала одеваться. У меня, смотрите, глаза какие красные стали. Очень горят глаза у меня. Голова не болит вроде бы, но глаза горят. Эта болезнь, то, что я говорю, что возможно, что у меня есть, от этой болезни портится зрение. И я чуть-чуть вот боюсь. У нас нехороший ветер. Подездок просто ставлю мне. Смотрите. Что-то пролили и ходят туда, считают. Все креативно стало. Больше тут уже приходят. Месяц сразу, кажется. Мы плюс за это платим. Чтобы наши подъезы были чистые. Сейчас, думаю, в первую очередь, пойти, может, машину помыть, а потом пойти в магазин. Потому что машина в ужасном состоянии. И, наверное, пойду пока помою машину, а потом пойду в тот магазин. Все, ну, время есть. Магазин закрывается пол седьмого, как написано. Посмотрим. Что-то как грязно внутри. Все, крошки, пыль. Пыль-то чищу, стараюсь чистить. Но все равно каждый раз мучить. Ее хорошо нужно почиститься изнутри. Розу попрошу. На этой неделе, не знаю, если он сможет. Нет. В понедельник следующий уже пусть отдаст начистку. И уже потом я буду за ней смотреть, как надо. Может, сколько раз мы ее не почистили. Салон ее. Уже два-три раза, наверное, чистили. Хорошенечко. Но всегда была причина, зачем она очень сильно грязнела. И поэтому никак не получается мне сохранить ее в чистоте. Вот этот мужчина куда едет? Мне очень интересно. Зачем буду в машину, а потом я уже пойду в магазин. Так что в четверг после обеда мы с Машкой не дома. Я вообще хотела ее забрать, оставить. Ну, и где-то через час-полтора так ее привезти домой. Но родительница написала, говорит, если хотите. Ну, если хочешь, может тоже остаться как бы, да? И мне как-то неловко стало ой, нет. Не знаю, как-то. Неловко стало сказать. Нет, не осталось. Ну, как. Я думаю, как-то неправильно получается. Поэтому или же пирожное купим. Сладостей, ну, что-нибудь. Или же что-нибудь сделаю. Такое, наше пирожное. Ну, как хачапурь в таком стиле. И заберу от себя. Как раз я на попробую. И плюс, что пустыми руками не идти. Посоветуете мне, что вам сделать? Хачапурь сделать? Сладь. 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 Или же это пирожное купить. Я думаю, на первый раз лучше пирожное я куплю. Купленное заберу. Потому что вдруг она испугается, что я сама что-то приготовила. Может, не уверяю, не знаю. Поэтому лучше в первый раз я так сделаю. А потом мы уже посмотрим. И со следующей недели, в среду, Машка уже идет на гимнастику. Первый день ее будет в гимнастике. В среду. Так быстро не проходят. Я уже не верю. Скоро дети пойдут в школу. С понедельника уже в школу. Город пустой. Почти. Не такое движение, как всегда. Мадам, вы куда переходите? Все, друзья. Машина помыта. Уж как будто я целую уборку делала. Чуть-чуть внутри тоже почистила. Салон. Как смогла пыль. Сверху нужно. Почистила, почистила. Ой, да, чему-как. Садиться и приятно самой. Сейчас. Чуточку, чуточку лучше стало. Не совсем, но чуть-чуть. Все. Все. Теперь поедем в магазин. Сейчас. Почищу. Полно людей возле кладбища. Сегодня все же на кладбище. У них идут цветы класть. И полно людей возле кладбища. Акция тоже, кстати, открытая. Значит, большинство магазина открыто. У меня магазин не надо. Чуть-чуть, а тут в магазин пойти. Заново посмотрю, что есть, что нет. Может, что-то новое занесли. И уже возьму. Что время интересное. А то я все-то просто, я знаю, я забуду в конце. И этот. У меня-то есть. Время год. Ну, почему не потерять? Потому что к Новому году мне понадобится добавить игрушки на елочку. Так как каждый год я добавляю новые игрушки. Пойду посмотрю. Плюс в этом году год идет водяного кролика. Цвета, значит, должны быть темно-синие, черные, серые. Пшеничного цвета. Вот такие молочные. Белые. У меня серо-белые игрушки есть. Я думаю, вот добавить молочные цвета. Если, конечно, будет. Мне тоже добавлю что-нибудь. Светлые игрушки. Если хорошие, красивые, попадутся. Может быть, даже не обязательно игрушки там елочные. А знаете, вот эти шилкунчик, там, один морозик. Может быть, светлые попадутся, чтобы возле елочки поставить. Я бы хотела. Там есть пледы красивые. Для подушечки, для зала, на диван, чтобы вот так поставить. Но я не смогу, потому что Ричи все испортит. Он, может быть, заветит. И моих влогов уже на диване не так. Подушек вообще нет. Потому что все их испортил. Последняя одна подушка у меня оставалась несчастная. Она уже... Десять раз перемыла. Ей в конце я выбросила. Потому что он ложится на эту подушку. Своей мордочкой. Своими лапами. Эти слюни ему. И потом дети там садятся. И я же не могу сейчас каждый раз им замечания давать. Чтобы они там не садились. Эту подушку им трогали. Иногда не успеваю. Не обращаю внимания. Но на это. И поэтому я взяла его. Выбросила в конце. А когда мы переедем. Уже будет новый диван. Уже, конечно, будет и покрывало. И подушечки красиво. Ну, чтобы было уютно и чисто. Потому что собака будет уже во дворе. Так что ждите. Скоро это случится. Как скоро, не знаю. Но скоро. Так что посмотрим. Сейчас тоже хочу что-нибудь такое купить для дома. Может быть не сейчас, чтобы пользоваться. А на потом. Там много чего есть для... Вот когда барбекю делаете. И вот пойдем посмотрим. Ну, сейчас что еще там есть. Надеюсь, очень много людей не будет, чтобы я смогу его снимать. А то иногда мне стыдно. Сейчас в Париже я так хорошо, свободно себя чувствовала. И то не везде я снимала. Самой просто не хотелось. Потому что усталость была. Еще плюс головы больше были. И моментами не хотела снимать. А так свободно снимала. Потому что там все снимали. Там все много чего делают. Анцульки, шманцульки, тиктоки снимают. Так что как-то я себя свободно чувствовала. А это что у нас маленький город. Ты сразу попадаешь в глаза своим телефоном. Они сразу так на тебя смотрят. Ну, сейчас некоторые не обращают. Некоторые слишком так. Аж стыдно с ним становится. Ну, много раз я видела в рекламе, когда ходила. Мужчины. Ну, с возраста. Старше у нас, конечно. Ну, сейчас до 40 лет, до 30 лет. Не до 30 лет. Сташе 30 лет. Снимали. Сторисы. Снап. Снапчат я не знаю. Многие, может, все из вас знают. Снимали. Там продукты снимали. Одежду снимали. Ну, нормально. Но сейчас, когда так телефон держишь, еще ничего. Вот, когда лежа держишь, уже за ним понимаешь, что ты что-то такое снимаешь. Ну, и, не знаю, люди как-то смотрят. Страх. Некоторые. Поэтому стараюсь, не обращая так внимания, и не хочу попытаться, чтобы мне замечания не дали, то, что вы зачем снимаете, и вопросы всякие-то. Ну, сейчас посмотрим. В общем, надеюсь, что мало людей будет. Ну, даже если не будет ничего, как им постараюсь вам заснуть. Меня же за это не уйдет. Все. Самое главное. Машина чистая, и я легкость чувствую. Знаете, когда машина пыльная, грязная. Плюс, я вам говорю, как-то специальные эти птички идут на мою машину. Я не знаю, почему. Несмотря на под деревом не стоит. Не знаю, не понимаю. Сейчас, завтра, завтра обратно будет. На Гатина, пусть. Говорят, как будто это к деньгам. Надеюсь. Посмотрим. Тогда должно уже миллионершей быть. Вот так, друзья. В общем, не знаю. Эти дни какие-то такие тихие. Очень скучные. Или, может быть, не так кажется. Эти две дни у меня в машине. Сейчас в багажнике лежат. Когда я поворачиваю с одной стороны, в другую вот так перекатываю. Самый голос где-то. Интересно, у меня фар на пенчурный. Просим, конечно. Обязательно, где-то родителям подниму. Сейчас, когда пойду за детьми, чтобы девяну точно собрал. А то оставлю так, оно испортится. И мы все равно не пушаем. Они дети тоже несут, не поедят, ничего. Алик вообще думал, я так и была для того, чтобы приготовить. Вот он, когда я сказала, не готовить, вот, а просто. Сейчас у меня с телефона пойдет. А нет, повезло. Я ему сказала, что деквы нужны для того, чтобы... Я хотела вообще заснять челлендж, как бы, в этих, в костюмах. Вот, Хэллоуин. Мы маски купили и костюмчики, как бы, как видели. Там, айди, декор купили. Ну, там, чтобы украсить стены. Вокруг лампионы вот эти купили. И все. И текву я купила две. Для того, чтобы мы сняли его видео вместе с Резо. Как бы, мальчики против девочек. Кто лучше украсить текву, к Хэллоуин. Ну, так как у нас изменились планы. Воскресенье у нас не было. Я хотела до воскресенья снять. Воскресенье у нас не было. Плюс, вчера тоже я после головной боли встала утром. Очень была слабая. Плюс, сразу дома не была. И вообще, как-то, я тоже передухала. И плюс, знаете, как-то меня в этом году вообще не тянуло. Вот, чтобы... Чтобы вот, как бы, исправить. Ну, сейчас исправить что? Сейчас детей там раз одеть, там разукрасить. И, как бы, вот так. Не знаю, что-то мне не сильно очень такое предчувствие нехорошее было. Думала, и сейчас мы это начнем делать, что плохое разведет. И еще плюс, когда я увидела вот эту информацию, скорее, что, скорее, случилось. Все человек умерло от остановки сердца. И еще многие эти блогеры тоже говорили о том, что это праздник дьявола. Не знаю, что не исправлять. И уже как-то в меня вошло. И я уже не хотела. И плюс, Алик тоже говорит, мама, давай не будем делать. Не знаю, у ребенка тоже какое-то, наверное, предчувствие было или что. Как-то тоже не хотелось. Ну, вот, по этим причинам я уже все отменила. Думала, вот, как-то уже ничего не сделала. Ничего. Это все равно не наш праздник, как бы. Мы его никогда не исправляем. У нас у дедов этого нету. Это просто ради детей, если мы их переодеваем там. Сейчас большинство выходят так по домам, просят конфеты. Ну, во-первых, я с детьми никогда не выходила. И в этом году тоже не вышла бы. Ну, потом, со временем, когда дети подрастут, друзьям, если захотят, да, сейчас выйду с ними вместе. Ну, а так же просто пойдете вместе. Нет, я не буду в школу. Еще вот так. Ну, а теперь будем готовиться уже к празднику, к новогоднему, к Рождеству. Встречать Новый год. Тут же совсем другое. Нам еще пойти в дом магазин, должна через целый город проехать. С одного конца, с другой едут. Так переживала. Господи, я когда в этой интернете написала, я смотрела результаты моего снимка. Каждое слово я перевела. Каждое слово смотрела в интернете, что обозначает. Каждое предложение. Все последствия, причины. Это все. Я, знаете, как переверничала. Мне, наверное, из-за этого еще хуже ночью заболела рука. Вот эта часть шеи, плечо. Мне все онемело. Вей ночью. Перед сном. Я сейчас тоже переживаю, потому что задок врачу надо идти. Не знала, что мне скажет. Если он мне скажет, что все у вас хорошо, никаких проблем, все нормально, отличные снимки. Я, наверное, точно его продушила. Потому что у меня боли есть. Это на меня действует. Плюс, знаете, что в августе, когда у меня были сильные боли ниже живота. Я вам до этого говорила, что мне нехорошо было. Это было в августе месяце. Очень сильные боли, что были. Разумер, лекарства уж принес. После этого у меня еще 2 раза боли были. Чуть полегче. Это тоже от этого. Потому что я что прочла, это то, что... Какая болезнь. Все симптомы такие. Оно действует и на низ живота. И на низ живота. И на головные боли. На глаза. На сердце. И теперь я уже понимаю, что это все вместе связано. Это как бы от этого. И если он мне завтра скажет, что у вас ничего нету, я, наверное, этот интернет ему включу. И буду все читать. И как бы этот... Не знаю, ура. Я сумасшедшую. Не скажешь, что все нормально. Не, я хочу, чтобы было все нормально. Но факт то, что у меня болит. У меня боли сильные. И это действует. А он если мне скажет, да, ничего не делайте. Тяжесть не поднимайте. Но это невозможно. Сейчас я каждый день тяжесть не тащу, конечно же. Но иногда приходится. Иногда приходится. Так как у меня дети дома. Иногда я не могу сейчас свать отца. Или Розунь не работает. И иногда не бывает такое время, чтобы мне пришел кто-то быстро помог. И в такой ситуации, что надо срочно это сделать. Поэтому не знаю. Так. Чуть-чуть переживаю. Посмотрим, что скажут. Но если он мне скажет, что это будет лечиться, как-то надо какое-то время дать организму отдахнуть. Подлечиться. Потому что это лечится лекарствами. Возможно, уколы назначат. Пишется еще йогой заняться. Сидеть долго нельзя. Сидеть долго, что я долго не сижу. Короче, не знаю. Посмотрим. Мне придется ограничиваться. Ограничиваться много. Стараться делать легкие вещи только. Я вчера Розу тоже сказала. Я говорю, если это правда так, то надо будет нам по магазинам за продуктами уже ходить вместе. Когда ты дома. Хочешь ты не хочешь. Он не любит, потому что за продуктами ходить. Но придется. Придется, чтобы у меня это все восстановилось было. Потому что я не хочу стать инвалидом. Только 28 лет. И сейчас если я инвалидом стану, то что будет. Ну и вот так. Так, так едем, да. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Очень дорого здесь все И банты Все, друзья, я уже вышла из магазина Накупила кое-что У меня еще плюс 18 евро осталось Сейчас потом могу использовать Сейчас саду машину Пусть я покажу, что же я села Потому что сейчас я прямой поеду к родителям За детьми Так, сейчас постараюсь аккуратненько сесть Это было нелегко Потому что много выбора Очень много чего там Ну и цены, конечно, уже нет В первую очередь я сделала вот такую гирлянду На дверь Или там, не знаю Куда-нибудь Она мне понравилась Потому что сейчас Как идет год кролика И цвета такие молочные Как раз Как раз такие цвета, что мне надо Сейчас мне надо аккуратно это положить, чтобы оно не падало В общем Взяла я маме Подарок хочу просто отнимать Для дома Чайничек Новогодний Сейчас вам покажу Оно лежало без коробки Я попросила коробку взять Смотрите, какой красивый чайник Надеюсь, понравится Ну, как раз они любят заваривать Эту заварку Ну, такой чай, знаете, заварной Ну, как раз будет им О памяти От меня Хотелось бы, чтобы были бы чашечки маленькие Но ничего не могла подобрать Такого-нибудь Карту тоже себе открыла здесь Потому что, может, иногда будем проходить Плюс карта бесплатна Это мой этикет на следующий раз На 18 евро Надо спрятать Чтобы я не потеряла Значит, взяла вот такие Два бантика серого цвета Серебристые Серебристые И взяла две вот такие птички С шишечками И все Потому что у меня игрушки есть дома Полно Просто я каждый год Добавляю По одной-две игрушки Это тоже аккуратно здесь положу, чтобы не упало И все Уже стемнело Я вышла темно У меня машина опять в блесках Там не знаю, что насыпалось из-за этой гирлянды Вот почему я никак не могу помыть свою машину Она всегда у меня пачкается Все, поеду я уже к родителям И забила этой чайничкой тоже В общем, друзья, я решила пойти с задними пешком Машину остановила Думала, друг, если места не будет Плюс хорошая погода Павел, почему бы не прогуляться Если честно, пожалел Уже тыква такая тяжелая Побегла здесь у меня две Тяжелая Такая небольшая у меня Ну ничего Чуть-чуть осталось Зайду сейчас быстренько Погода отличная К родителями прогуляемся На свежем воздухе Плюс мне нужно ходить Сидеть долго мне нельзя Поэтому Иду пешком Когда чайник так стучит Надеюсь, не сломается Я его сверху поставила Все равно Вы смотрите, как стемнело Мы уже дома У нас стемнело Уже восемь часов А, какой восемь? Семь часов Семь часов у нас Ричи вышел опять на улицу Сейчас Алик будет играть Плейстейшн А я табли Можем смотреть планшет Чуть похоже пойдут спать Поэтому на этом закончим Сегодняшний день, друзья Вот так прошел Мой сегодняшний влог День влог Если вам понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал И не пропускайте Наши новые видео Всем желаем Хорошего вечера Всем спокойной ночи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok